Приветствую! Новый законопроект о мобилизации 10.499 уже внесен в Верховную Раду. И этот прекрасный законопроект в том числе предлагает и изменить основания для получения отсрочки. И вот сейчас мы поговорим о том, кто остался с отсрочкой, а кого лишили отсрочки от мобилизации в Украине. Чтобы разобраться с этим вопросом, мы будем смотреть сравнительную таблицу, вот эту ее часть. И начнем мы с 40-й страницы. Кстати, ссылочка на таблицу будет в описании к этому видео. И вот что мы здесь видим. Новая редакция статьи 23 закона о мобилизации. У кого остается отсрочка? Ну, видим, что те, кто забронирован, они сохраняют отсрочку, у вас все окей. Дальше. Хорошая новость. Хорошая новость у нас есть для лиц с инвалидностью. Вот здесь мы видим, что независимо от группы, люди, имеющие инвалидность, сохранят отсрочку, если законопроект 10.449 будет принят в том виде, который мы сейчас с вами видим. Ну, естественно, те, кто признан тымчасово непредатной до висковой службы, тоже имеют отсрочку на тот срок, на который они признаны непригодными. Далее. Идем далее. Смотрим. Ну, вот этот прекрасный пункт, где у меня еще со вчерашнего дня, со стрима, выделено вот это прекрасное слово элементив. То есть, чтобы вы знали, что родители платят детям не алименты, как в семейном кодексе это указано, а элементы. Так вот, для кого сохранилась здесь отсрочка? Для тех мужчин и женщин, наутры маньяк их, пробуя трое и больше детей виком до 18-й роки. И дальше указано, что за исключением тех случаев, у кого есть заборгованность по алиментам. Ну, здесь, я думаю, всем все понятно, все согласны, что если, например, отец не выплачивает алименты на содержание детей, то, соответственно, они не находятся на его содержании, да? Тут вопросов нет. Далее. Далее. Вот это новый такой пункт с новыми условиями, с детализацией условий. Это пункт, который касается одиноких родителей. То есть, если есть ребенок, да, и есть отец, будет ли отец иметь отсрочку? Да, но только в том случае, если второй из родителей умер, лишен родительских прав, пропал без вести, либо же объявлен умершим. То есть, вот те механизмы, к которым прибегали некоторые люди, когда разводились, определяли место жительства, ребенка вместе с отцом, все, это работать не будет уже железобетонно. Оно и сейчас не всегда работает, да, но не будет работать вообще. Вот четкий перечень, в каком случае, по сути, одинокий отец считается одиноким отцом и будет иметь отсрочку. Далее. Опекуны, пеклувальники, приемные батьки, батьки выховаты ли, які выховывают дитину с инвалидностью веком до 18-й роки. Осталась отсрочка. Все окей. Также вот здесь мы видим этот абзац. Осталась отсрочка для тех и родителей, и опекунов, усыновителей, и всех, у кого ребенок имеет тяжкие заболевания. Но здесь, чтобы подтвердить отсрочку по этому пункту, помните, нужно иметь справку по форме 083. И у вас все осталось, все, по сути, как и прежде. Идем дальше. Осталась отсрочка у тех людей, у которых содержат уже совершеннолетнего ребенка первой, либо второй группы инвалидности. То есть здесь тоже все окей, никаких изменений. А вот смотрите по усыновителям. Вот по усыновителям. Так, я сейчас, знаете, как вот так сделаю, чтобы удобнее было все это прочитать. По усыновителям есть изменения. То есть усыновители сохраняют отсрочку. Но только в том случае, если на момент усыновления дети были сиротами или детьми, лишенными родительской опеки. Потому что, ну, там мы знаем, там есть люди, которые прибегали к злоупотреблению правом, да, и вот здесь прикрывают эти злоупотребления, да, чтобы не было их. И, соответственно, скажем так, те, кто стал усыновителями до военного положения, либо начал эту процедуру, ну, я более чем уверен, что у вас все окей, и вы соответствуете вот этим критериям, и у вас отсрочка будет. Идем дальше. Догляд за батьками. Вот тут, смотрите, внимание, как говорится, следите, да. Что здесь изменилось? В этом пункте остался догляд за дружиною, дитыною и за батьками своими. И какой догляд убрали? За батьками дружины. Все. Если вы осуществляете уход за батьками дружины, все, вас этот пункт не касается, и вы отсрочку потеряли. Причем, забегая вперед, скажу, что, скорее всего, вы потеряли ее на совсем, потому что там только теперь исключительные случаи будут, когда вы сможете получить эту отсрочку. И мы сейчас о них поговорим. Одиннадцатый абзац. Вот тот самый одиннадцатый абзац, о котором мы ломали копья с ТЦК, его теперь исключили. Просто вот этот одиннадцатый абзац, что там было написано, исключили, и теперь совершенно другие подходы. И мы видим, что здесь слово выключено. Все, вот этого абзаца нет. И что теперь есть? А есть следующее. Ну, опекун, особо вызнанная судом на деиздатную, остается, сохраняется. Это, кстати, один из тех случаев, когда можно за те с тем тещей, ну, по уходу за те с тем тещей получить отсрочку, да, через призначение опекуном. А вот тут начинается теперь самое интересное. Что делать, если ваши родители, ваша бабушка имеет инвалидность первой либо второй группы? И вот смотрим внимательно. Что мы здесь видим? Здесь мы видим, что речь идет о членах семьи в этом абзаце. Першого ступеня спориднения. А перший ступень спориднения, обращаю внимание, это родители, дети, муж, жена и усыновленные дети. Вот, все, вот это первая ступень споридности. Родители, дети, муж, жена, усыновленные дети, ну и усыновители, соответственно. А не, один из них может иметь отсрочку, если он зайнятый постичным доглядом за особой с инвалидностью первой группы. Заметьте, первая группа и ты зайнятый постичным доглядом. При этом, при этом, члены семьи другого ступеня спориднения, а другой ступень спориднения, это братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки. То есть, если внук оформляет уход за бабушкой, то, а, это принципиально возможно, но у бабушки должна быть первая группа инвалидности. И при этом, вы сможете за ней ухаживать за умовы, в отсутности членов семьи первого ступеня споридности, чи их физической неспроможности. Что это значит? Что, например, ну, там есть бабушка, дочка, внук. Дочка умерла, все, осталось бабушка с внуком, больше никого нет, и только внук может, соответственно, осуществлять уход. Физическая неспроможность. Та же ситуация. Бабушка, дочка и внук. Да, дочка сама, например, инвалидность имеет, либо дочка уже пожилая. Да, ну, может быть, там, бабушке 90 лет, ее дочке 70, может, да, и внуку, там, условно, 40-50. Ну, понятно, что дочка в 70 не может полноценно ухаживать за 90-летней бабушкой. Но, но, это мои все предположения, это я логически мыслю, а на самом деле кабинет министров будет устанавливать порядок, петверджиня вот этого всего. И что там будет, это загадка. И мы понимаем, что вряд ли кабинет министров, который подал вот этот законопроект, каким-то образом нам упростит жизнь. Ну, мне не верится после такого законопроекта, что там будет какие-то такие упрощенные подходы с мыслью о том, чтобы пожилой человек, инвалид, не остался сам. Ну, может, я ошибаюсь. И очень хотелось бы, чтобы ошибаться. Но это мы говорили о первой группе инвалидности. А теперь идем в вторую группу, смотрим. Что по второй группе? Члени семьи, то есть кто имеет право на отсрочку? Право на отсрочку имеют члени семьи первого ступеня споряднення, не больше одного. Особи с инвалидностью второй группы, зайняты постойным доглядом за нею, у рази отсутствия других людей, які можуть здійснювати такий постійний догляд, що підтверджується в порядку, встановленому кабінетом министрів. Перевожу на простой, да, на понятный человеку язык. Есть сын, мать, отец. Например, у матери есть вторая група інвалидности. Будет ли у сына отсрочка? Вопрос. Большой вопрос. Потому что, а есть же еще отец. А может, отец может осуществлять этот уход? И дальше вопрос. Кто может осуществлять уход? То есть, если, например, отцу там за 60, но он не инвалид, ничего, нужно будет доказать, что отец не может осуществлять уход за своей супругой. А как доказать это? На сегодняшний день мы понимаем, что можно было принести заключение ЛКК о том, что, например, он по состоянию здоровья не может осуществлять уход. И это являлось аргументом. Но, но, что будет, мы не знаем. Почему? А потому что, опять же, що підтверджується в порядку, встановленому кабінетом министрів України. Но даже не это все главная проблема. Главная проблема в следующем. Вдумайтесь, ситуация. Есть отец, там, отец и сын, например, да, отцу 75 лет, 80, неважно, он инвалид второй группы, и приходите вы в ТЦК, а ТЦК скажет, а ты занятый постейным доглядом. Ты занятый постейным доглядом за отцом. И возникает вопрос, почему я к этому придираюсь. Да, я сейчас поясню. Потому что в текущей редакции статьи 23 сын имеет отсрочку, вот да, вот он живет с отцом, а есть отец и сын, все, никого родственников нет. Если у отца вторая группа, на сегодняшний день сын железобетонно имеет отсрочку. Железобетонно, все. Но по новой редакции здесь привязка не к тому, что у твоего отца инвалидность второй группы, а ты должен быть занят постоянным уходом за отцом с инвалидностью второй группы. То есть получается, что самой второй группы теперь недостаточно, чтобы получить отсрочку. Ну и естественно, во всем этом мы видим первую, вот здесь в этих абзацах, да, речь идет о родственниках первой и второй степени родства. А это значит, что? Что тесть, теща вообще ничего не дают. То есть те люди, у которых тесть, теща с инвалидностью первой либо второй группы и сейчас у вас есть отсрочка, все, теперь ее не будет. Теперь ее не будет, если будет принят закон 10.449. Идем дальше. Здесь, ну, что у нас сохранилось, то есть если у вас есть ребенок несовершеннолетний, ваша, например, жена служит в ЗСУ, то понятно, у вас отсрочка есть, то, как и было раньше. Но эти моменты пропустим. Здесь мы видим, что руководителям, министерств, госслужащим, многим нардепам, ну, нардепы и были, судьи получили отсрочку, судьи конституционного суда, ну и разные еще, да, мы видим здесь, вот пошел перечень, вот то, что черным, жирным выделено, да, это то, кто новый получил отсрочку здесь, да. Кстати, Министерство внутренних справ Украины, то есть полиция, все нормально, у них все будет отсрочка. Теперь, по инвалидам. Здесь, конечно, люди уже, мы разговаривали, и люди вот обращали внимание на вот этот момент, что, мол, те, у кого инвалидность, у кого, соответственно, есть право на отсрочку, если раньше было написано, что и за их сгодою могут быть мобилизованы и призваны на воинскую службу, то сейчас другая формулировка, и здесь про контракт идет. Значит ли это, что без их сгоды будут призывать? Нет, это не значит. Воинская служба по контракту это изначально добровольная, нет принудительной воинской службы по контракту, есть только добровольное заключение контракта, все, соответственно, ваше согласие, оно необходимо, без вашего согласия просто контракт, ну, невозможно заключить. Идем дальше. По студентам. У нас отсрочку будут иметь те люди, которые учатся на уровень выше, чем их предыдущее образование. То есть, если не было у вас кроме школы ничего, то вы можете иметь отсрочку, участь в любом учебном заведении, да, ну, кроме школы, соответственно. Если вы раньше учились в техникуме, а сейчас в университете, отсрочка есть. Раньше вы были бакалавром, сейчас в магистратуре, отсрочка есть. Если же раньше у вас была магистратура, и сейчас вы учитесь в магистратуре, все, отсрочки нет. Аспиранты. Что с аспирантами? Смотрите, что с аспирантами. Теряют отсрочку те аспиранты, которые учатся на контракте. Бюджетники сохранились, сохранили отсрочку, контрактники потеряли. Это касается только аспирантов. Студенты на контракте отсрочку имеют. Там главное, чтобы было на уровень выше, чем предыдущие. Ну и видим, что здесь докторанты и интерны. Раньше интернов здесь не было, но вот наконец-то их предусмотрели. Для педагогов, да, научных, научно-педагогических работников, педагогических, здесь, по сути, сохранилась отсрочка, и сохранилось вот это требование про 0,75 ставки. Ну и добавили заклады, какой у нас фаховые, передвыщие освиты. И мне кажется, что убрали, да, оставили требование только науковый ступень. Вчинного звания здесь, видим, убрали. Дальше, по погибшим. По погибшим здесь практически все осталось, кроме следующего. То есть, если у вас есть родственники, которые погибли, убрали, кого убрали? Дедушку, бабушку и неповноридных братьев сестер убрали. Повноридни, залышилось. Все, окей, у вас отсрочка, у всех остальных осталось. Также стоит отметить, что вот здесь добавили отсрочку для тех людей, которые уволены с воинской службы в связи с пребыванием в плену. Эти люди только призываться могут по их согласию. Ну и добавили вот этот момент, что вопрос проверки оснований для отсрочки и оформления отсрочки осуществляется ТЦК и СП. Хотя это мы и так знали, это и раньше было и предусмотрено соответствующим положением. И вот сейчас я понял, что один момент я все-таки пропустил. Одну категорию лиц пропустил. Это тех мужчин, которые имеют отсрочку в связи с тем, что их супруга имеет инвалидность третьей группы. Думаю, вы уже поняли ответ. И он неутешителен. В законопроекте 10.449 при наличии у супруги инвалидности третьей группы муж не будет иметь отсрочку. Естественно, все те отсрочки, которые были предоставлены на сегодняшний день и люди их имеют, да, естественно, они будут отменены. Я не думаю, что ТЦК, СП и даже суд будет считать, что если вы оформили отсрочку, то ее у вас забрать нельзя. Я более чем уверен, что суды поддержат такой подход. Почему? Потому что мы знаем в принципе по предыдущей судебной практике, что суды, в том числе Верховный суд вот в вопросах призыва и в связи с мобилизацией и в вопросах с постановкой на воинский учет всегда поддерживает позицию государства, позицию Верховной Рады и соответственно здесь можно сказать однозначно, что те люди у которых супруга имеет инвалидность третьей группы отсрочку иметь после вступления в силу этого законопроекта не будут. Как бы это к сожалению не звучало. Я понимаю, что вряд ли я кого-то порадовал, вряд ли кому-то из вас понравилось это видео, но тем не менее я все равно попрошу вас поддержать его, поставить ему лайк, просто наверное из тех соображений, чтобы донести эту информацию, вот такой подробный разбор этой статьи до других людей, потому что в сети сейчас я уже вижу массу информации и много ну скажем так кривотолков, когда этот закон трактуют люди не являющиеся юристами, не имеющие соответствующего образования и практики и они уже людям дают советы, как там обойти этот закон, как можно получить отсрочку и эти советы ну мягко говоря далеки от реальности, вот чтобы эти люди не попадали на такие видео, да, на такие уловки и не прикладывали усилий туда, куда их не нужно прикладывать, я и прошу поддержать это видео, чтобы люди получили такую достоверную, качественную, юридически качественную информацию, поэтому ставим лайк, подписываемся на мой ютуб канал, подписываемся на телеграм канал, там я более оперативно выкладываю всю новую информацию, ну а я в конце традиционно пожелаю вам удачи, благополучия и конечно же мира, пока-пока. пока-пока.